Международная акция «Сад памяти» стартовала в 2020 году. Ее цель – создание зеленых памятников каждому, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. Субботник в рамках акции прошел в Заволжье. Всего на территории России появится 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионов погибших. Это скверы, парки, сады, целые леса. В Заволжье в день акции появились 5000 молоденьких сосен на месте горельников 2010 года. Посадка деревьев – один из самых приятных весенних видов работ. Неудивительно, что на субботник пришли целыми семьями. Олег Алексеевич, много деревьев в своей жизни посадили? Ой, много. Много, потому что, во-первых, я с самого детства, с 5 лет уже ходил с бабушкой. В Валерии Советского Союза была большая программа по защите оврагов. И вдоль оврагов сажали лесопосадки. А потом колет уже. И сейчас, когда приезжаю в родные места, вижу вот эти деревья, целые леса выросли. Конечно же, очень приятно. Последующие работы, наблюдения и уход за саженцами, осеннюю инвентаризацию и другие возьмут на себя лесничество. Лесники постоянно будут наблюдать за этим лесным участком. Будем наблюдать, не заболели ли они. Ежегодно мы проводим лесопатологический мониторинг. Ну и при необходимости выполняем те или иные другие защитные работы. Говорят, чтобы обрести душевное спокойствие и тишину, достаточно погулять по хвойному лесу. Будущий сосновый бор будет не просто радовать глаз, но и станет уникальным природным ингалятором, снимающим раздражение и нервную усталость, восстанавливающим дыхательные функции.